Всем привет! С вами Конова Аня и кучка обзоров на мою младшую дочку Викоську, нам 6 лет. Вот, давайте же смотреть. Ну, во-первых, я заказала новинки термобелья обязательно. Мне кажется, что термобелье должно быть у каждого ребенка. Заказала первый раз вообще в своей жизни. Я не знаю, какое должно быть термобелье. Но вот тут написано, что утепленное термобелье, состав 74 вискозы, 18 полиэстер, 8 эластан. Идет облегающий крой. Изнаночная мягкая сторона с начесом позволяет поддержать оптимальный термобаланс. Мне эти вещи очень понравились. Я хочу еще парочку таких вот купить. Если одна валяется в стирке, да, там ждет накопление цветных вещей, то у нас была бы еще такая с запасником. Единственное, жаль, что для девочек розовый цвет, для мальчиков выпущен светло-синий цвет, для мужчин выпущено в двух цветах. Это синий меланж и черный меланж. И для женщин это бордовый меланж. Вот. И черный. То есть для детей только по одному цвету. Но я думаю, ничего страшного. Посмотрите на цены. Они абсолютно недорогие. И это еще без минуса 20%. То есть если вы хотите ссылочку, чтобы зарегистрироваться и покупать термобелье действительно недорогое, действительно качественное, сейчас я вам его покажу, то можете пройти по ссылке под этим видео и зарегистрироваться в компании Фаберлик. И я с вами свяжусь. Значит, смотрим, что же идет дальше. Размеры у них идут 104-110, 116-122. То есть я сейчас вот для девчонок смотрю. Дальше 128-134. То есть по два размера. По одному размеру тут, к сожалению, не выбрать. Поэтому до 128 мы точно еще не доросли. Поэтому 116-122 я беру. 116 нам маловато. 122 нам чуть-чуть великоват. Я считаю, что там уже идет как бы золотая середина, что ли. Да, то есть страничка 280 русского каталога. Общее впечатление очень хорошее об этой коллекции. И это действительно стоящая новинка на зиму. Это действительно надо в каждый дом. Я мужу еще буду заказывать такое термобелье. Скорее всего, вот в черном цвете. Просто у меня очень много баллов сделано. И там уже больше 300. Поэтому я уже решила по минимуму заказать только самое необходимое. Ну что ж, давайте перейдем к обзору заказа. Значит, первое. Это идет термобелье для девочки. Футболка с длинным рукавом. Так, так, так. Фуксия. Так, цвет. А вот артикул 830-111. То есть именно 116-122 моделька. Посмотрите. Вот она такая идет. Я вам покажу, как она смотрится. Очень приятный яркий цвет. И вот он идет на чесик. Даже если при сильной натяжке вы захотите, чтобы она у вас просвечивала. Она вообще не просвечивает. Это просто невероятно. Да, это очень плотная, хорошая, такая теплая, добротная футболочка. Просто крутая. Все прошито здорово. Все прошито очень качественно. Я довольна. Я очень довольна. Не знаю, как она под себя вести при стирке. Но вы знаете, что у меня есть рубрика пустые баночки. И если что-то мне не нравится, если я что-то выкидываю, то в пустых баночках оно быстро появится. Низ изделия выполнен прямо. Без всяких там резиночек, да, сужений, там, манжет. Да, то есть обычная такая вот футболочка. Далее посмотрим штаны. Значит, штаны у меня тоже 116-122. А, изготовлено это все на нашей фабрике. Ивановская область, город Фурманов. Сделано в России. Производитель получается Фаберлик Fashion Factory, да. То есть это наш завод русский. Там это все дело шьют. Значит, 116-122, артикул 830-116. У этих штанов, да, такие вот они. Резиночка, кстати, плоская. Это очень хорошо, что она не тонкая. Она не будет передавливать внутренние органы, да. То есть все вы знаете, что тонкая резинка. Это не есть хорошо для пищеварения, для обмена веществ и так далее. Ну, и вот таким вот образом. Поэтому, мне кажется, что тоже вещи просто супер нужные, супер важные в дом. Особенно для детей, да и для взрослых тоже на зиму. Тут написано, как их стирать, как за ними ухаживать и так далее. Да, то есть, ну, обычная деликатная стирка. Я так поняла. Не отбеливать, понятно, что ткань цветная. И не сушить барабанем. Ну, это все понятно. Отжали, повесили, у вас высохла. Обычная стирка. Вот такие вот штаны. Очень понравилось. Очень. Еще раз повторюсь, что прям я в восторге. Далее посмотрим с вами. Это уже трикотажно-обтягивающие брюки для девочки. Идут цвет темно-красный. Размер 122 я заказала. Состав 95 хлопок, 5 эластан. Артикул 524-322. Вот. Так они приходят упакованные. Я первый раз при вас же сама разворачиваю. Первый раз сама смотрю. Потому что, честно, мне уже стало как-то лень сначала смотреть. Потом разворачивать. Поэтому смотрим вместе. Тоже такая вот резиночка. Очень хорошая. Хорошего качества резиночка. Все отлично. Тянется нормально. То есть, видите. Ну, и вот обычные леггинсы. Это складывается для того, чтобы ткань не была влажной. То есть, вот так вот все внутри прошито. Самое, наверное, такое место рвущееся у детей, да. Тут тоже все очень хорошо прошито, как вы видите. Прямо 100-500 швов. Поэтому, мне кажется, что вещь будет очень долго. Очень долго носиться. Лишь бы ткани коленки выдержали, да. Наши любители покататься с горок. Ну, вот как за ней ухаживать, как вы видите. Можете поставить на паузу, почитать. В общем, такое вот приобретение. Значит, вот у нас идет перед и попочка. Вот таким вот, как у взрослых, да. То есть, такой вот шовчик идет. То есть, ультрамодный пошив. Я бы так выразилась. Так, далее, далее. Давайте поменьше возьмем. Это трикотажная фуфайка с коротким боковом для девочки. В каталоге она классно выглядела. Я себе такую же футболку заказала. И чем она мне понравилась? Тем, что она обычный хлопок идет в составе, да. И то, что она дышащая, и все. Да и вообще, мне кажется, что футболки, это такая вещь, которую сколько ни покупай, все равно их мало. Значит, 122 размер, цвет белый, состав 100% хлопок, артикул 524-314. Даже вот в садик ходить, дома ходить, на какие-то спортивные упражнения, да. То есть, вот тут идет еще у нас, как вы видите, антирастяжечка вставлена, да. Вот, то есть, чтобы не деформировалась горловина. Рукавчики не длинные, не короткие. То есть, ну, такая вот приятная футболочка. Тут шва нет, шов идет вот наискосяк под подмышечку, да. То есть, тут нет швов, ничего не будет давить. Качество тоже, как вы видите, все отлично прошито. Никаких нареканий к продукту нет. Хотя, знаете, я иногда разворачиваю, у меня как-то раз попался брак. Но он какой был, просто шов был прошит. И просто вот вышла вот за границу вот этот шов. И как бы была дырка. Ну, меня сразу быстро взяли. Поэтому, конечно, просматривайте все вещи. Так как оно идет прям с завода, прям в упаковку. И иногда бывает, что пропускают. Если в магазине такого можно не встретить из-за того, что там уже сортируют все это дело продавцы, то тут можно на чем-нибудь, на чем-нибудь. Но за пять лет один раз что-то попалось. То есть я считаю, что это не критично. Вот. Далее давайте посмотрим с вами. Значит, это у нас вообще коллекция. По-моему, называется премиум. Это детская коллекция. Так, так, так. Так, где-то она тут. Вот она. Вот она началась. Детская коллекция премиум. Если премиум, сейчас почитаем. А, жизнь в динамике называется. Новая коллекция жизнь в динамике. Да, вот она, эта вот футболочка. Очень недорогая и супер-мега качественная. Это еще минус 20%. Ну, вы просто представляете. Тут, в принципе, представлены шампки с помпоном, без покладки. Я их заказала, но они мне еще не пришли. Вот это я не заказывала, потому что, ну, как-то нам не нужно такое платье, мне кажется. Вот. И вот есть утепленные брюки. Таким образом они выглядят. И вот это я тоже заказала. Курточку. Курточки. Я вам честно скажу, по 3 года мы их носим. Они у нас уже, ну, грубо говоря, некоторые начали уже пояс высоко. Рукава короткие, да, и так далее. Мы их уже начали отдавать. То есть стираем, отдаем. Там, ну, 50 рублей штучку отдаем специально, чтобы, ну, нейтрализовать, да, последствия. Да, то есть очень красивая коллекция для мальчишек. Суперская. Для мужчин тоже хорошая коллекция. Вот я тестью заказала вот эту вот футболку. Заказала тестью вот эту вот кофту. Заказала мужу, кстати, у меня подошел. Он у меня ростом 186 сантиметров. Ему подошла трикотажный джемпер с длинным рукавом 54 размер. Например, я заказала отцу, мама говорит, боже мой, отцу 54 велико, у него 52, Аня. Я такая, ё-моё, придется на возврат все отправлять. И вы представляете, Антон говорит, а дай я померю. Я говорю, Антош, у тебя 56, куда тебе 54? А он за лето немножко похудел. У нас было за 7 месяцев 9 разных мест поездок. Понятно, что мы устали от этих поездок, мы везде ездили. И он, походу, сбавил, он похудел. Он надел вот эту вот кофту, и она ему отлично села. Просто отлично на нем не висит. Она ему не в обтяжку, да. То есть, ну, я вам покажу обзор отдельно на Антохе. Я очень удивилась, что нам подошел 54 размер, и я его вообще не заказывала. Думала, что ему мало, он и так высокий, он большой у меня, у него животик. Думаю, нет, ему точно будет мало. И вы представляете, ему как раз. Далее, это заказала тестью без рукавочку. Курточку вот такую заказала, например. Вот такая кофта у меня, Антону, 54 размер подошел. Я вообще в шоке, да. Шапку заказала. Ну, все это будем показывать, когда уже папа приедет. Вместе с Антоном они будут сниматься, пока все лежит. Из женского я заказала себе вот вчера такую вот футболочку. Я в обзоре снимала. Видео уже вышло. И, в принципе, все, да. И Катюше очень понравились. Еще раз хочу повториться. Вот эти вот женские кроссовки. Они мягкие, они классные, не пружинят. Они аккуратные, они суперские. Вот эти вещи, они маломерки. Не забывайте, что они маломерки. И их нужно заказывать на размер больше. Далее, хочу себе заказать вот такие вот кроссовки. И вы не поверите, уже два раза их удаляла с заказа. А потому что у меня по баллам перебор. Мне уже просто хочется на следующий каталог оставить. А новинок столько много, что... Ого-го-го-го-го. Вот. Так, дальше. Дальше. Ну, в принципе, все. Тут это мама себе оставила. Рюкзак Катюшке понравился. Эта сумочка нам что-то так и не пришла. Вот эти сапоги мне понравились. Я себе оставила. И вот такие еще черные. Тоже шикарные сапоги. Если тут каблук высокий, очень высокий, да, и нога прямо изгибается. И в них долго не проходит. Что вот эти вообще, как повседневочки, просто супер. Вот. И в этом каталоге у нас еще дарится парфюмерная вода. Если вы придете в компанию Фуберлик, зарегистрируйтесь, сделайте свой первый заказ. То со вторым заказом вам вложится парфюмерная водичка на выбор. Это шикарно. Я считаю, что это шикарно. Вот. Ну что ж. Поехали с вами смотреть вот такие вот штаны. Да. То есть стоят они 1999 минус 20%. Пока что только это я взяла. А остального у нас куча мала. Так. Значит, штаны. Ростовка 122. Состав 100% полиэстер везде. Вверх подкладка и утеплитель. Цвет черный. Размер 122. Артикул 524-282. Так. Сшито, сшито. Угу. Угу. Не Россия, да. То есть. Ну ладно. Далее, значит, смотрим. В состав входят кнопочки. Кнопочка дополнительная. Анотация тут есть. А дальше разворачиваем, да. Это у нас поясок. Это у нас пуговка. Тоже все очень удобно. Это заклепочка. Тут молния. В принципе, очень качественная. Но она идет пластмассовая, да. Бегуночек, по-моему, железный. Да, железный. А сама молния пластмассовая. Так. Дальше давайте пошли попереду, да. Поехали. Значит, кармашки. Кармашки у нас. Ну, в принципе, нормально. Вот рука вот так вот входит. Ой, так не, дорогие мои. Они очень глубокие. Просто ширина руки не... Вот они, досюда. Угу. Вот у меня руки встретились, да. Смотрите. Хорошие, удобные карманы. И телефон войдет. И носовой платок. Все, что, в принципе, вам нужно. Ну, состав прям такой балонька-балонька. Вот эта вставочка. Она тут, в принципе, крепко очень вшита, да. Лампасики такие. Так. В карманы двухсторонние с обеих сторон. И закрывается, да. Видите, как красиво, аккуратно, да. То есть закрылось все. Карманчика не видно. Очень здорово. Так. Значит, это у нас уже идет длина. Низ изделия выполнен прямо. Но тут еще есть подкладка. Что очень мамочки всегда просят. То есть ее можно и вовнутрь сапожика, и наверх сапожика. И что у нас получается. Ребенок, прыгая по снегу, не начерпает полные сапоги снега. И не будут у него ледяные сырые ноги. Это тоже, я считаю, что классно. Тут все тянется. Все отлично. Так. Давайте же посмотрим, что у нас сзади. На випуске мы тоже покажем. Оно вот так крупно, так сзади карманчиков нету. Оно очень плотное. Кстати, есть под ремешок, если вам захочется надеть на ремешок, то есть петельки под ремешок. Вот раз, два, три, пять петелек, да, получается. Вот они идут. Сзади, значит, резиночка. Очень легко тянется, здорово. Тоже толстенькая, не тонкая, да, чтобы кровообращение не повреждалось внутренних органов. Далее, как за ними следить? Здесь, ну вот, аннотация для вас, пожалуйста. Ставьте на паузу, смотрите. Ну, обычная стирка, деликатная, да, получается. Тут вот тоже состав. Вот. Отбеливать запрещено. Стирать отдельно других изделий. Избегать длительного замачивания. Не использовать пятновыводитель. Не тереть. Ну, вот. Там внутри она, они, в принципе, очень такие плотные, я бы сказала. Ну, с горки пойдет зимой кататься. Но я бы еще бы надела термо вот эти вот под низ. Если там сильно холодно, и ребенок там на 4, там 3-4 часа идет куда-то кататься, где-то развлекаться, это, в принципе, будет здорово. Потому что с термобелья ребенок не потеет, не мерзнет. И получается, что оно не повредит, если там где-то. А вот так куда-то пройтись, как самостоятельно, до, мне кажется, минус 15, вполне сойдет, вполне отлично. Вот. Далее. Смотрим с вами далее. Курточка. Очень, еще раз выделю вам, очень мне понравилась курточка. Это, конечно, не все. Очень много ушло в авто заказ. Так. Мой любимый тональник упал. Покажу вам 6309 артикул. Люблю его очень. Он у меня прямо на столе лежит. Значит, так. Все, стопроцентный полиэстер, как вы видите. Верх подкладка утеплитель. Цвет, мультицвет. Размер 122. Утепленная куртка для девочки. Артикул 524290. Ну, тут, как вы видите, так. Это я не убрала. Ой, как еще в два слоя, смотрите-ка, запаковано, да. Ну, в общем, вы видите, железный бегунок. Очень красивая молния. Блестящая, да. Молния, как радуга. Мне нравится вот этот подход, потому что подход, как вы видите, с душой у компании Fiberlic. Так, значит, вверх у нас светлый, как вы помните, да, у курточки. Вот она так смотрится, светлый вверх, потом более розовая, потом красная-красная. И вот эти вот дальше идут уже поясок ниже. Значит, курточка вот такая. Значит, если у нас тут... О, антизакус, дорогие мои, есть. Я вообще ценю, когда есть антизакусы в курточках. Очень ценю. Значит, запасная пуговка есть. Угу. Так, очень красиво. Так, курточка затягивается. Кто-то вот, помню, мне писал в комментариях, почему не затягивается. Далее, по всему периметру куртки, капюшоны, вернее, есть фетоотражающие частицы. Я думаю, это тоже мега важно. Очень плотный капюшон, очень плотный. Капюшон, кому надо, отстегивается. Я считаю, что это прям супер-мега удобно. Да, и закрывается, вот, если вы его отстегнули, то тут есть такая вот, как бы, штучка, которая закрывает след от молнии. Если вы отстегнули капюшон, и вам она не нужна. Так, давайте тут посмотрим, что... Ну, курточка однозначно я ее оставляю уже, потому что она просто суперская. Вот такие вот. Это, по-моему, железо или пластмасса, нет, это железные. Да, то есть, тут все вот эти вот выемочки, все сделано, все хорошо, качественно. Далее поехали с вами. Значит, антизакус смотрим. Растегиваем. Ну, великолепно, просто великолепно. Все сшито, как вы видите, прям крупным планом вам показываю. Мне все очень-очень нравится. Ну, это я сильно натягиваю. В общем, никаких миликаний нет. Курточка теплая, мне кажется, что она даже зимняя, ребят. Ну, еще примерим, посмотрим. Я еще посоветую с девчонками в видео, да. И там посмотрим. Мне кажется, она прям зимняя-зимняя, но на самую такую зиму от минус 15 еще бы, конечно, теплую курту подниз я бы надела. Вот, так, дальше. Значит, тут нажимаем, оно достается. Просто он у нас тут заклеенный, как обычно. Я уже расклеивать, дорогие мои, не буду. Или расклеить уже. Так, ну, в общем, кому не интересно, перемотайте. Мне интересно все. Я вообще, знаете, очень придирчива к вещам. Почему-то всегда, ой, неважно, в магазине, я в компании, я Фаберлик покупаю, да. Мне хочется проверить, что все работает. Поясочек очень такой тугой, я бы сказала. Очень хорошо расходится, да. Ну, и просвечивает, да, как вы видите, при натяжке. Но я думаю, это не важно. Значит, застегивается, расстегивается удобно. Ребенок справится сам, что тоже важно. Но особенно мой особенный ребенок, да. То есть, вы знаете, что мы пытаемся дочку вылечить. Вот. Так, значит, внутри розовенькое все очень симпатичное. Значит, вниз изделия выполнено прямо, без всяких там резиночек, без всего. Но вещь длинная, да. Поэтому поддувать, мне кажется, ничего не будет. Тут логотип Фаберлик Спорт, 122 размер. Внутри ткань, она как будто помягче, чем снаружи. Уже более такая баллоневая. А тут такая, более такая нежненькая. Ну, вроде бы все показало. Что ж, встречайте, встречайте Викузьку. Мою любимую модельку. Так, сейчас на Викузьке я вам показываю лосиночки. Как они на ней смотрятся. Вот резиночка. Вот этот вот шовчик по попочке. Мне очень-очень нравится. Очень красиво, да. Это Вика новые очки меряет. Походу, она у нас их отожмет. Вот футболка. Вика, покажи маме футболку. Ай, какая красивая. Вот такая футболочка, да. То есть, ну, нормально. Нормально. Отлично. Что ты там, Вика, нашла? Викусь. Сейчас на Викуську надевается термобелье. Нам прям... Нам прям все как раз. Если снизу показать наверх. Вика, ну-ка вставай, вставай, вставай. Если снизу наверх показать, то очень даже симпатично. Да, Викуся? Симпатично. Очень теплая, плотная, хорошо к телу прилегает. Ну, нам просто вот идеально села. Все великолепно. Так, первый раз Викуся сама штаны надевает. Вроде бы хорошо идет. Если у меня что-то не получается, она подпсиховывает. Поэтому смотрите. А, застегни меня, заправь меня, да? Ну, нормально вроде бы, невелико, да? По талии тоже все отлично смотрится. Вика, где кармашки? Покажи кармашки. Покажи. Во, какие глубокие. Показывай карманы. Во, как глубоко, да? Удобно все. Ну, чуть-чуть длинноватый. Вообще, если вот полностью выпрямить, то совсем, совсем капелюсечку. Но я считаю, что очень даже ничего. Ничего. Да, Викось? Будем носить. Так, надеваем курточку сверху. Вот светоотражающие еще полосочки, да? Во, как хорошо. Антизакус хорошо срабатывает, да? Карманы, Вика, покажи глубину кармана. Покажи нам глубину кармана. Какой карман? Во, как. Да? Умница. Да, тут можно затянуть, как вы видите. Светоотражающие эти полоски очень хорошо работают, да? И они еще есть вот тут. Светоотражалочки. И вот тут, как вы видите. Ребеночка в темноте. Вот. Хорошо видно. Нравится такая Вик-курточка, да? Красивая. Ну, все. Умница и красавица. Все сняла. Молодец. Продолжение следует... Продолжение следует...